Прям белуга да? Зверь. Ух зверь какой. И в то же время фокус. Когда ты снимаешь человека, тем более незнакомого, ты должен больше всего ценить первые кадры с этим человеком. Так что, пойдем невесты искать? Где ты их сейчас найдешь хороших? Сейчас же один отстой. Да ну что вы так боитесь? Девушки, ну стойте. Я вас только сниму и все. Мы же как в документальном кино? Сильный герой, актуальный бэкграунд, социальный фильм и форма. Насколько вы вообще заинтересованы в том, чтобы по-настоящему экспериментировать с формой? Потому что, знаете, я тут уже вспоминала, разговариваю с другим автором российских документалистов Ростергуева и Костомарова. Очень хорошие ребята. Вообще говорят о том, что перед тем, как снимать свою историю, сначала у вас есть история, но перед тем, как ее снимать, изобретите для того, чтобы рассказать именно эту историю свой язык. Совершенно верно. И вот мой вопрос в том, как далеко вы можете зайти в своих поисках вот своих языков до своих историй? Я бы сказал, как бы далеко я хотел зайти, хотел бы. Далеко, не всегда получается. Мне кажется, это бесконечный путь, потому что ты все время придумываешь что-то, какие-то формы. Вот мы сейчас участвуем в питчинге, Civil Pitch Doku Days. Это о том, что соединяются в рамках Doku Days два совершенно независимых пласта – социальные активисты и кинематографисты. И на этом стыке мы пытаемся определить, что сегодня актуально в Украине, да, какие вопросы нас волнуют и как это можно реализовать. Ну, ваша история будет посвящена конкретно чему? У вас же есть свой правозащитник, вместе с которым… Ну, свой активист, да, с которым мы работаем над историей о судьбе ветерана, который вернулся с войны, и у него получились большие сложности, разногласия с семьей. Потому что здесь произошел конфликт между общественным и личным. Жена до сих пор его не может принять и простить. И… Потому что он участвовал в этом? Да, нет. И считает, что он их бросил и поступил очень эгоистично, не сказав, что отправляется на войну. А он считает, что он поступил правильно, потому что он общественные интересы поставил выше личных. И вот эти два вопроса очень сложные для нас, да. И сложные для понимания в обществе и в всеми ветеранской среде, потому что мы имеем 300 тысяч ветеранов, плюс их семьи, у которых не всегда все складывается благополучно, потому что, возвращаясь люди с войны, они абсолютно меняются, они становятся другими. Да, мы представили этот проект на английском языке. Для меня это впервые, это был дебют. Вы готовились и подучивали английский? Да, мы готовились. Ну, я учу уже его долго, но у меня с языками большие проблемы. Это мне нелегко дается, но я стараюсь, потому что это очень важно. Мы должны говорить о нас открыто и всему миру. И украинский вопрос, он сейчас, то есть, точнее, стоит так, наверное. Во время Майдана и после Майдана в Украине было приковано огромное внимание. Это дало толчок очень большой активности именно в социальной среде. Люди сами решают, как им жить дальше. И кинематографисты, как часть этого процесса, тоже очень активны. Они снимают фильмы, они снимают Майдан, они снимают новые совершенно вещи, новую жизнь, потому что у нас реально все изменилось. Но, так как мы внутри этого процесса, эти изменения видны очень... Ну, как бы, мы их не ощущаем, потому что это все близко. Но они происходят, не всегда быстро. Потому что избавиться от своего прошлого очень точно. И вот герой фильма «Вэйвю Пром» — это та метафора, когда мы тащим советское прошлое в наш дом, мы не можем с ним расстаться, потому что оно такое привычное, комфортное. И любимое, оно вызывает новые эмоции. Правильно. И вот как это с этим быть? Куда мы его несем, вот это наше прошлое, и нужно ли оно нам? Солость! 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 А ну что тут про дворник, вот сюжет интересный. Девчонки стоят в сторонке платочки в руках тиребят. Очень сложные, сложные вопросы. Мне как раз кажется, Докадейс представляет очень разные фильмы, совершенно разные направленности, совершенно разных точек зрения. Но для этого и создаются фестивали, чтобы общаться посредством кино. Мне еще сказали, что фильм «Бэйвил Фром» — это такая виртуальная экскурсия в Харьков. Самый такой... Ну да, только для вашего фильма действительно можно оказаться там, где, может, никогда в жизни не окажешься.